Здравствуйте. У вас сотни планет. Да. Это ваша память. Спасибо большое. Коронавирусом переболел еще в мае 2020 года, рассказывает жительница Тольятти Мария Авакумова. Женщина работает в нотариальной конторе, постоянно контактирует с людьми, поэтому и решила пройти вакцинацию. Приятной неожиданностью стало и то, что женщина оказалась миллионным привившимся в Самарской области. Я поняла, что я буду прививку делать именно в августе. Потому что, думаю, когда прививка как раз будет начнет действовать, подойдет сентябрь. Вот это погода. А эта погода все-таки действует на человека так, что много людей заболевает не ковидом, но иммунитет ослабевает, если человек переболеет каким-то заболеванием простудным. И в результате тогда к нему придет ковид быстрее, чем обычно в летний период. Однако на достигнутом миллионе сбавлять темпы не стоит, говорят врачи. До начала осени остаются считанные дни. И нужно наращивать скорость кампании, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет. Цифра достаточно большая, как миллион. Совершенно недостаточная цифра. Совершенно недостаточная. С точки зрения реальной борьбы и реального прекращения эпидемии было бы абсолютно спокойно сегодня бы сказать 2 миллиона. И тогда мы точно знали бы, что больницы опустеют, что смертей не будет. Вот 2 миллиона – это да. Прививка – самый действенный способ оградить себя от тяжелой болезни, осложнений и неприятных последствий, говорят медики. Особенно это важно для пожилых людей, для тех, у кого есть хронические заболевания. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, либо в ближайшей поликлинике. Также пройти вакцинацию можно в медучреждении, где прививают круглосуточно. В Самаре такую услугу предоставляют поликлиники номер 4, номер 6 и номер 10. Для этого при себе необходимо иметь три документа – паспорт, СНИЛС и полис. Михаил Ермоленко. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...